Я бомбила по поводу танцоров. Я в полной жопе. И это было очень грустно, потому что это было очень больно. Я надеюсь, вас не смущает этот ракурс и то, что у меня на голове. Я в полной жопе. Сегодня утром, на 5-й день нашего путешествия, я поняла, что все, что я снимала до этого, просто не сохранилось. Духи вздумали пошутить со мной. Вообще, то есть все самое крутое, классное, то, что я для вас снимала, ну просто нигде. Обидно. Поэтому я не знаю, буду ли я вообще что-либо делать и буду ли я вообще выкладывать этот влог. Может быть, я просто сяду с телефоном и в хронологической последовательности буду вам рассказывать, где мы были, где может быть стоит побывать. Или я даже не знаю как, потому что я уже и плакала, и... Я сейчас расхвачусь. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Чего я только не делала. Ну, вот так вот это. Итак, взял фотоаппарат, так как с телефоном я больше не играю. Давайте начнем наш рассказ, мой рассказ. Я буду прикреплять по максимуму фотографии. И давайте начинать. Выехали мы из Днепра в 6 часов вечера и приехали около часу дня. Мы уже были по Львове. Вышли на очень красивом вокзале, там цвили какие-то растения, все было очень красиво. После поселения мы прошли к Национальному оперному театру, так как мы живем буквально в минуте от него. Прошлись по площади, я не знаю как называется, все буду прикреплять вот здесь вот, и фотографии это. Было очень красиво. После этого мы пришли на площадь рынок, площадь рынок. Там было очень красиво, и первые два дня было просто замечательной погодой. Там мы нашли такую штуку, как бабл вафли. Я сняла отдельный кусок, потому что мы специально пошли второй раз туда, чтобы снять для вас эту. И сейчас мы повторно для вас специально попросим вот эту чудесную штуку, в общем, это вафли, в которой в бурбашках есть начинка. Тут есть мороженое с начинкой, еще с чем-то. Это суперская штука, у нас в городе такого нету. Это очень вкусно, классно, и мы попробуем и дадим свой отзыв. Так, мы заполучили вот эту штуку, вот вы посмотрите, как это вкусно, огромная штука. Это правда очень вкусно, вот прям вот, да. Так, все я все фотографировала, и мы гуляли по центру, все было очень круто. На второй день мы сначала проснулись, я была в это же одета, и пошли сначала в церковь святой Ольги и Елизаветы. По-моему, Елизавета. Вот. После этого мы прошли к церкви Связова Юра, там было очень красиво. И также я там нашла графики с Джейком, понимаете, вот с Джейком. Просто с Джейком, это вот прям очень круто. Получились классные фотографии. Потом мы тоже гуляли, дошли до центральной библиотеки, кажется, и еще чего-то. Гуляли по разным магазинам, по центру города. И после этого мы пошли обедать в ресторацию мяса и справедливости. Это очень интересное, крутое кафе. Там было клетки. Антураж очень интересный. Также там есть такая клетка специальная, куда должников, короче, не вешали, а спускали вниз, если они не платили. И на самом деле это очень просто, но из-за антуража туда приходит все больше и больше людей. Это достаточно популярное место во Львове. Дальше мы опять-таки гуляли-гуляли и пошли в копальню кафе. Тоже, опять-таки, кофе для особо умных. Для тех, кто не знает, кофе его не выкапывают. Он растет на деревьях. И из-за того, что такой прикольный антураж, это достаточно популярное место, там мы пошли, внимание, мы пошли не просто в кофейню, которая сверху, мы пошли вниз. Там можно сделать такую штуку, как запаянный кофе. Это очень интересно, круто. И вот, если ты можешь пойти туда один раз, то пойти именно к запаянному кофе, на запаянное кофе, потому что там гораздо круче. Вечером этого дня мы пошли в театр оперы-балета национальный. Мы ходили на пилету «Заганский барон». Мне там сама пилета понравилась, но, к сожалению, я не вставлю видео, где я бомбила по поводу танцоров. Я уже остыла, но, скажем так, к певцам и музыкантам у меня вопросов нет, а танцоры лажали, не синхронно, ничего. Но я уже не буду говорить про это поводу, так как я уже успокоилась, и нет той злости, которая у меня была. Еще да, в первый же день, когда мы гуляли, кстати, я упала. Просто я шла цепочком, упала. У меня сейчас, чтобы вы понимали, до такой степени болят ляжки, я сдерла локти, колени. У меня все ляжки и ноги в синяках, и локти в синяках. Все в синяках. И хватит на фоне ржать, мама. И это было очень грустно, потому что это было очень больно и неожиданно. Ну да ладно. На следующий день похолодало, поэтому я делала парку. Мы сначала купили очень вкусный кофе, так как разница буквально в два раза упала. Хотя мы живем фактически в центре, да. В мануфактуре кофе самый дешевый кофе стоил порядка 50 гривен. В купальне порядка 70. Даже не 70, а 80, 90, даже 100 гривен. То есть фактически в два раза была разница. И по-моему это существенно. Если пойти еще в более зашопитки, если так можно сказать, еще дальше от центра, то вы найдете этот же кофе еще дешевле. После этого мы пошли в гасовую лямпу. На русском языке это керосиновая лампа. Это тоже такое очень антуражное кафе. Там есть также магазин, где мы купили очень крутые открыточки. И да, вот на фотографии видите, что там без напива. Но у них по всему городу такие курки. На самом деле мы купили кошку красивую, две кошки. Так у меня папа коллекционирует кошек. Купили также две очень крутые открытки. Потом мы пошли в картопляну хату. Это очень крутое место. Оно у меня еще с детства. Мы часто ходили туда в детстве. Но у нас закрыли. И у владельца осталась только в нашем городе пицца черентана. А здесь, когда мы увидели картопляну хату, мы поняли, что сюда надо пойти. И там мы достаточно вкусно пообедали. Как в старые добрые времена, если так можно сказать. После этого вечером был фестиваль крафтового пива и винила. Это очень крутое место. И, честно говоря, если бы оно было в моем городе летом, то я бы обязательно пошла туда с друзьями. Затусила конкретно на все два дня. Вот серьезно. Потому что там очень интересно. И звук винила это все-таки не забываем. И крафтовое пиво это что-то типа оригинального авторского пива. И это очень интересно, круто. Мне безумно там понравилось. Также там было что-то типа танго-милонги. Но из-за того, что была ужасная погода и под ветер шел дождь, то мы буквально немножечко потанцевали. Зашли в музей винила. Посмотрели, как все происходит. И поехали домой уже к ночи. Было очень интересно. Мне там безумно понравилось. Следующий день у меня уже есть видеоматериали. Так что, наверное, я закончу с рассказами. Так как все основные дни я уже вам рассказала. И я надеюсь, дальше мой телефон не заглючит. И я смогу дальше снимать для вас. И да. На этом я с вами попрощаюсь. И давайте смотреть влог, который я сняла, оставшись для вас. Так что пока-пока.